В ведении городского центра торговли сегодня универсальный рынок, пекарня, кафе, два магазина и девять школьных столовых. Основным видом деятельности ГЦТ всегда была выпечка хлеба. В 2011 году добавилось еще одно важное направление – организация школьного питания. Повара предприятия ежедневно готовят завтраки и обеды для трех с половиной тысяч школьников. А в Казыме столовые организуют еще и пятиразовое питание для ребят из пришкольного интерната. Причем в меню учитывают особенности национальной кухни. Отдельные блюда включаются каждый день в рацион деткам. Это и морсы клюквенные, и рыба, щука, то есть беточки, котлеты, запеканки, оленина, мясо оленина большую роль играет. На праздничном вечере Людмила Вакуева получила благодарственную грамоту главы Белоярского района. Наградили за добросовестный труд и ведущего бухгалтера ГЦТ Людмилу Смирнову. Уже 10 лет ее жизнь связана с этим предприятием. Я влилась как бы в коллектив, стараюсь работать, работала до этого, как бы начинала с бухгалтера-кассира, и до бухгалтера, ведущего бухгалтера пошла. Глава района, поздравляя юбиляров, отметил как хорошие традиции, заложенные в коллективе, так и постоянное стремление к обновлению. К примеру, если в первые годы пекарня выпускала лишь пять видов хлеба, то сегодня уже около полусотни. А организуя школьное питание, ГЦТ первым в Югре внедрил систему оплаты ладошки. Сергей Маненков поблагодарил за труд и весь коллектив, и директора Надежду Копман. Я хотел бы вам просто искренне сказать спасибо за ваш труд, за то, что вы есть. Надежда Владимировна на своем месте. Мы всегда говорили за нас, что будет работать еще очень много лет. И я всегда говорю, тяжело руководить предприятием первых 15 лет, а потом уже привыкаешь. Я уверен, что у нее сегодня есть много энергии, вы ее, я знаю, все поддерживаете. Поэтому вам спасибо за труд и, по крайней мере, пожелаю вам всем здоровья на нашей прекрасной Белаярской земле. Надежда Владимировна возглавляет коллектив уже девятый год. Своим коллегам она пожелала стабильности и успеха в новых начинаниях, а их в юбилейный год будет немало. Одно особенно долгожданное. Самое, думаю, такое эксклюзивное, интересное – это строительство новой пекарни. Оно даже не строительство, оно уже как бы здание существует. Я думаю, что мы приобретем там определенное количество квадратных метров, которые необходимы для этого производства. И постараемся, дай бог, постараемся, чтобы к дню города у нас эта пекарня открылась. Оборудовать пекарню планируется в сорговом комплексе «Плаза». Там же расположится и фирменный магазин предприятия «Хлеб» нашего города. Елена Филиппова, Петр Михайлов, Время новостей, Белаярский.